Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Хочу сразу же показать отрывок недавнего выступления Питера Тиля, это американский бизнесмен, инвестор и управляющий инвестиционными фондами. Он сказал буквально несколько предложений, которые указывают нам на то, что американские миллиардеры начинают прозревать. Я думаю, что самым большим моим упущением последних 10 лет стала не покупка биткоина и криптовалюты в достаточном количестве. На отметке в 60 тысяч долларов я не уверен, что стоит агрессивно его покупать. Но что нам это говорит? Это то, что ФРС США находится в кризисном состоянии. ФРС как канарейка в шахте. А криптовалютный рынок указывает нам на то, что эпистемический пузырь фиатных денег приближается к критической точке. Серьезное не только заявление, но и прозрение американского миллиардера. Вот почему стоит хотя бы 5% своего благосостояния держать в криптовалюте. Вот что он имел в виду. Ведь инфляция никуда не денется, и более того, она бьет все рекорды. 30-летние максимумы инфляции устанавливаются во многих странах. США, Испания, Германия, Украина, Россия. Я называю инфляцию скрытым налогом, потому что он незаметно взыскается с населения. Ты хранишь деньги, которые каждый день могут купить все меньше. Криптовалюта же это исправляет. Посмотри на этот график биткоина. Он с каждым циклом становится дороже. Да, есть периоды, когда за год он только дешевел, но на длинной дистанции он вырос с 0,003 доллара до 65 тысяч долларов сегодня. Теперь я хочу поговорить про сумасшедшие новости для альткоинов, Ripple XRP, Tezos, Avalanche и другие, а также самое важное. Грядущую раздачу собственных токенов криптовалютного кошелька Metamask. Это отличная возможность получить бесплатную криптовалюту. Можно заработать сотни и даже тысячи бесплатных долларов. Это уже как повезет, и это очень-очень важно. Ведь для того, чтобы получить этот airdrop, тебе всего лишь нужно пользоваться этим криптовалютным кошельком. Начнем с Ripple XRP. Ripple запустит так называемый liquidity hub для тех компаний, которые будут предлагать своим клиентам торговлю криптовалютами. Как мы помним, Ripple сейчас уже предлагает сервис liquidity on demand или ликвидность по требованию для банков. Теперь же он хочет предлагать похожие услуги и для компаний и предприятий, что хотят работать с криптовалютами. Ripple идет не только в банковский сектор, но теперь еще и в сектор предприятий и предпринимателей. Этот новый сервис позволит любой компании работать с криптовалютой и предлагать ее своим клиентам. Поначалу он будет поддерживать Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ethereum Classic, Bitcoin Cash и XRP. Именно этими криптовалютами корпоративные клиенты смогут торговать через новую услугу от Ripple. Это очень хорошо не только для Ripple, но и для перечисленных криптовалют, так как корпоративные клиенты и компании смогут получать простой доступ к покупке и торговле криптовалютами. Компания Ripple также видит будущее в DeFi и NFT. И для того, чтобы холдеры XRP могли работать с DeFi и NFT, уже в декабре Ripple собирается запустить так называемый Wrapped XRP или же WXRP. Это токен XRP, который будет запущен в блокчейне Ethereum. Так что, как мы видим, ноябрь и декабрь для Ripple весьма хороши и об этом не особо часто говорят, так как все внимание перенимает на себя судебный процесс SEC против Ripple. Давай послушаем объявление генерального менеджера RippleNet, которого зовут Ашиш Бирла. Я рад объявить о новом продукте Ripple – Liquidity Hub. Как мы говорили раньше, Ripple строит бизнес трансграничных платежей уже не первый год. В 2018 году мы начали предлагать ликвидность для проведения трансграничных платежей с криптовалютных бирж. Мы провели множество исследований за последние годы и внезапно некоторые корпоративные клиенты начали спрашивать нас. Вы предоставляете ликвидность для трансграничных переводов, а есть ли способ получать такую же ликвидность для биткоина, эфириума, XRP и так далее? Это и привело нас к идее создать такой ликвидити-хаб. Мы даем клиентам то, что не хотят, и на это есть спрос. Мы знаем, что одной из самых важных повесток дня на всяких собраниях мировых лидеров является экология, изменение климата и состояние окружающей среды. Именно об этом идет речь в университете Кембридж, который собирается запустить децентрализованный рынок углеродных кредитов. Для чего? Для того, чтобы поддерживать глобальные усилия по восстановлению лесов на планете. Этот рынок будет построен на базе блокчейна-криптовалюты Тезос. Именно Тезос. Они не выбрали другой блокчейн, Cardano, Solana, Polkadot или Эфириум, они взяли Тезос. Тезос сам по себе является более экологичным, чем Эфириум. Так, например, выпуск трех NFT на блокчейне Эфириума выбрасывает в атмосферу 915 фунтов СО2, что равнозначно весу белого медведя. При этом выпуск трех NFT на Тезосе дает всего лишь 0,055 фунта, а это вес маленькой снежинки. На самом деле, ребята, если так подумать, какой же Эфириум все-таки устаревший? Он пытается обновить себя, но дело в том, что уже существуют такие блокчейны, которым Эфириум только пытается стать. Однако Эфириум все еще отличная криптовалюта для инвестиций. Аваланч также получает новый способ использования и, соответственно, приток новых пользователей. Топовый стейблкоин Тезер USDT запускается в блокчейне Аваланч. Это означает, что крупнейший стейблкоин на рынке, который сейчас занимает четвертую позицию в списке крупнейших криптовалют, поддерживает Аваланч и верит в его светлое будущее. Директор компании Тезер заявил, что они рады предоставить Аваланчу доступ к своему стейблкоину. Аваланч, по его словам, является важным драйвером для разработчиков, которые хотят перенести свои децентрализованные приложения из блокчейна Эфириума на другие блокчейны. На этом фоне сеть Аваланч уже начала расти и достигла отметки в 670 тысяч уникальных адресов. При этом общая ценность, залоченная в блокчейне Аваланч, выросла с 300 миллионов долларов в августе до 10 миллиардов долларов сегодня в ноябре. Так что Аваланч, с моей точки зрения, все еще перспективная криптовалюта, несмотря на то, что уже выросла в 3 раза с момента моей покупки за 30 долларов. А теперь я хочу поговорить про биткоин, который завтра, возможно, ожидает долгожданное событие. А затем мы перейдем к масштабному аэрдропу, в котором может поучаствовать каждый активный пользователь Метамаска, такой как я, например. Итак, парад невероятных событий в американских городах продолжается. На этот раз отличился город Майами, где было принято решение выплачивать резидентам города дивиденды в биткоинах. Жители города, у которых есть личный кошелек биткоина, получат монеты совершенно бесплатно. Для этого нужно будет стейкать собственную криптовалюту города – Майами Коин. И при этом даже не самим резидентам города. Власти будут стейкать Майами Коин и переводить прибыль в виде дивидендов жителям города. Интересно то, что за последние три месяца Майами Коин принес в бюджет города прибыли на 23 миллиона долларов. Новости будто из другой вселенной. Непривычно такое читать, когда ты живешь в стране, где логика властей совершенно другая. Тем не менее, это правда, и это происходит прямо сейчас на нашей планете. Завтра, 12 ноября, должно заработать долгожданное обновление Taproot в сети биткоина. Это крупнейшее обновление биткоина за последние четыре года. Оно улучшит возможности биткоина и сравняет их с конкурентами, такими как Эфириум. Биткоин получит, к примеру, смарт-контракты, а разработчики смогут создавать более функциональные приложения в сети биткоина. Пользователи же, в свою очередь, получат более дешевые приватные транзакции. У меня есть более подробное видео про Taproot, которое я выкладывал 18 октября. Ссылку на него оставлю в описании, если хочешь, можешь перейти и посмотреть. Ну а для тех, кому лень кликать по ссылкам, оставлю в конце этого видео это видео, чтобы тебе даже переключать не пришлось. И, наконец, перейдем к самому большому аирдропу, который намечается уже совсем скоро. Начнем с Эфириум Name Service, который за четыре дня после раздачи вырос до одного миллиарда долларов капитализации. Да, это тоже был аирдроп, причем очень показательный, ведь некоторым пользователям удалось на ровном месте получить огромные суммы. Например, кое-кто получил токенов на сумму 46 тысяч долларов, кто-то на сумму 60 тысяч долларов. Просто шокирующий аирдроп получился. Такие аирдропы токенов, которые в итоге превращаются в тысячи и даже десятки тысяч долларов, совершенно бесплатно случаются редко. Но, видимо, намечается еще один не менее масштабный аирдроп. От Метамаска. Метамаск – это криптовалютный кошелек, который может работать даже в браузере. Я пользуюсь им достаточно часто. Откуда же пошел такой слух? Журналист CoinDesk Андрю Ти написал следующее, комментируя возможную информацию о том, что Метамаск выпустит свой собственный токен и раздаст его своим пользователям. Вот что он сказал. Этого не случится. Потому что банк JP Morgan владеет как минимум 10% компании, что стоит за Метамаском. Если что, эта компания называется Консенсус. Ставлю на то, что они не хотят никаких токенов на своем балансе. Вот что он написал. И ему ответил Джосеф Любин, сооснователь Консенсус. Той самой компании, которая владеет Метамаском. И которой обращался Андрю Ти в этом своем сообщении. Что написал Джо? Он написал, Эндрю, на балансе у Консенсуса тысячи токенов все это жестко контролируется. И мы идем к децентрализации некоторых наших проектов. Поэтому жди токены Маск. И пожалуйста, будь объективным, непредвзятым журналистом. Это информация из самого Метамаска и Консенсуса его родительской компании. И поэтому причин не доверять ей у меня абсолютно нет. Так что аирдропу Метамаска и его собственному токену быть. А это значит, что мы, пользователи криптовалют и криптовалютных кошельков, можем абсолютно бесплатно получить эти токены. И потом продать их, получив прибыль. Кстати говоря, этот кошелек не лыком шит. Посмотри на этот график. Год назад им пользовалось несколько тысяч человек. А сегодня это более 10 миллионов человек. Выручка и количество транзакций показывают сумасшедшую динамику роста. Как же ты можешь поучаствовать в грядущем аирдропе? Все очень легко. Ты банально должен пользоваться этим кошельком, как я. Установить приложение Метамаск. Сохранить при этом секретную фразу и никому ее не говорить. Даже мне. Настроить Метамаск под сети Binance Smart Chain или Polygon. Там поменьше комиссии. И затем пополнить кошелек. Для начала на небольшую сумму и сделать обмен через функцию Swap. Лучше делать это в сети Binance Smart Chain. Там комиссии более низкие. Все. Чем чаще ты пользуешься кошельком Метамаск, тем больше будет твой потенциальный аирдроп. Который может дать тебе сотни, а может быть даже тысячи долларов. Завтра я обязательно сделаю более подробный ролик об этом аирдропе со всеми необходимыми инструкциями. Итак, Taproot это софт-форк биткоина, который привнесет в блокчейн главной криптовалюты ряд технических улучшений для того, чтобы транзакции стали более приватными и масштабируемыми. Это одно из самых долгожданных обновлений за всю историю биткоина. И оно включает в себя три подпункта под кодовыми названиями BIP340, BIP341 и BIP342. Давай разберем каждое это обновление и что оно несет для биткоина. Начнем с BIP340, которое называется подписями шнора. Это обновление полностью меняет подход к конфиденциальности и масштабируемости сети биткоина. Кроме этого, оно увеличит пропускную способность биткоина. Это можно назвать самым масштабным апдейтом программного ядра биткоина с 2017 года. Без его интеграции в биткоин весь Taproot реализовать просто-напросто невозможно, поэтому это очень важное обновление. BIP342 или же TapScript. Как понятно из названия, это обновление, которое предоставит разработчикам биткоина новую улучшенную версию языка программирования, что даст возможность создавать те же смарт-контракты и другие варианты использования биткоина, которые до этого обновления были невозможны. И, наконец, самое главное, это BIP341. Непосредственно сам Taproot. Он реализует в сети биткоина так называемые масты. Не будем вдаваться в технические подробности, давай сразу перейдем к результату. Это обновление, которое позволит создавать в сети биткоина сложные смарт-контракты. Это значит, что в истории биткоина начинается новая эра, а на крипторынке наряду с экосистемами Binance Smart Chain, Ethereum, Solana Polygon и другими появляется новая DeFi-экосистема, на этот раз построенная вокруг биткоина. Ты просто задумайся, какой это момент для главной криптовалюты. И это будет уже в ноябре. Сейчас в сети биткоина уже есть смарт-контракты, но они очень дорогие и занимают очень много места в блокчейне. Taproot сделает их дешевыми, намного менее объемными в плане занимаемого места в блокчейне. А самое главное, интуитивно понятными в использовании и создании. Люди говорят про биткоин, что это цифровое золото, но пора вспомнить, что это также и технология. Обновление Taproot, грядущее в ноябре для биткоина, может превратить биткоин в сильного конкурента для Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain и других крупных DeFi-экосистем. Как мы видим, биткоин даже без Taproot уже наступает на пятки Binance Smart Chain. Я думаю, внедрение такого масштабного обновления добавит биткоину множество способов использования. А что такое способы использования криптовалюты? Это новые разработчики, это новые пользователи, а значит и новые источники спроса на эту криптовалюту. А как известно, спрос и дефицит приводят к росту цены актива. На этом все, ребята. Меня зовут Богатей Шиди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»